Судный день. Судьба экс-министра экономического развития Оренбургской области скоро решится. Сегодня в Ленинском районном суде началось зачитывание приговора Андрею Ефремову. Бывший руководитель областного министерства экономического развития, промышленной политики и торговли обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения и организации преступной группировки. Главного распорядителя министерства на указанную сумму, он же Ефремов, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, злоупотребления, доверием. По версии следствия, Андрей Ефремов заключил три государственных контракта с директорами частных фирм. Вырученные с договора в деньги они потратили на свои нужды. Итого областной бюджет потерял около трех миллионов рублей. Все это чиновник успел провернуть всего за год своего руководства министерством. Две недели назад подсудимый произнес последнее слово, где искренне признается, что ничего подобного он не совершал. Все злые деяния были исключительно за его спиной. Самая большая моя вина в этой ситуации, что я вовремя этого не увидел, вовремя не понял. Надо было, конечно, жестче контролировать, смотреть. Я все-таки больше доверял. Я даю вам честное слово, я клянусь, я не знал, что Исаков и Симуев совершают противообразные действия. Позже стало известно. Во время оглашения приговора у Андрея Ефремова случился сердечный приступ. Его увезли на скорой помощи в железнодорожную больницу, сообщил пресс-секретарь Ленинского районного суда Денис Хузи Ахметов. Также он отметил, что теперь дата окончательного оглашения Андрею Ефремову неизвестна. В лечебное учреждение был направлен запрос о его состоянии здоровья. Теперь только от этого будет зависеть число и время оглашения вердикта. Напомним, прокурор запрашивал 6 лет колонии общего режима, большой штраф, возмещение бюджету всех потраченных чиновникам денег, а также лишение права занимать руководящую должность 3 года.